Книга «Открытым оком», 13-й том, вопрос 2766, разбор выступлений. Мирские и епархиальные газеты помещали речь патриарха Алексия II ко дню победы над фашизмом, в чем его послание расходится с евангельским духом, отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Все послание нет смысла передавать, но некоторых его частей можно частично коснуться. Алексий II Но, как это не раз бывало в отечественной истории, именно в военное время с особой силой проявляются замечательные черты национального характера нашего народа, его лучшие качества, веками воспитывавшиеся в нем нашей святой православной церковью. Игнатий Латкин. «О Боге речи нет. Нет и намека на суровое, но справедливое возмездие Божье за грехи, которые в военное время только усилены яростью и взаимной злобой». Иеремия 49, 14. «Я слышал слух от Господа, и посол послан к народам сказать, «Соберитесь и идите против него, и поднимайтесь на войну». Осии 10, 10. «По желанию моему накажу их, и соберутся против них народы, и они будут связаны за двойное преступление их». «Война всегда есть бич Божий, гонящий к Богу отступников от Иеговы». Алексий II. Первый же день Великой Отечественной войны церковь в лице вместо блюстителя патриаршего престола митрополита Сергия благословила защитников священных рубежей отчизны, благословила грядущий общенародный подвиг. И затем на протяжении всех суровых военных лет священно начали духовенства и миряния Русской Православной Церкви вносили свой посильный вклад в дело борьбы с вероломным и безжалостным врагом, духовно противостояли бесчеловечной идеологии фашизма. Игнатий Лапкин. «Ни слово о покаянии за отступление от заповедей Божьих. Это речь патриарха вовсе не евангельского духа». Матфея 5, 44. «А я вам говорю, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Римлянам 12, 14. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Патриарх ни слова не говорит о том, что если вы жили по закону Божьему, то ни Сталин, ни Гитлер просто не родились бы, и утробы их матерей были бы для них гробом. Да они могли бы и не зачаться. Исайий 8, 3. «И приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь на реке ему имя Магер Шелал-Хаш-Бас». Спешит гробеж, ускоряет добыча. Алексий 2. «Значительная часть населения нашей страны, несмотря на годы репрессий и попытки тотального господства, принудительного атеизма, осталась православной, верной заветам и традициям предков, идеалам Святой Руси. Эти люди, военачальники и рядовые воины, труженики тыла и партизаны, рассматривали свое участие в грозных событиях военного времени как религиозный долг, как исполнение данного церковью. Благословение!» Игнатий Лапкин Эти слова можно рассматривать как бред неверующего коммуниста, а не руководителя церковного. «Если бы восстал пророк Божий Иеремия даже сегодня, то не сочли бы его психически больным, а войну расстреляли бы, не доведя до тюрьмы, за слова, которые он говорил, призывая сдать город и страну без боя врагу. Война – это лекарство от Иегова за безумие жизни греховной, Иеремии 38.4. «Когда князья сказали царю, да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова, ибо этот человек не благоденствие желает народу сему, а бедствие». Алексий II. Забыв о личных трагедиях и перенесенных страданиях, о своем положении граждан второго сорта, они поистине взошли на высокую ступень христианского сознания и явили себя верными чадами Церкви и земного Отечества. «Верующий народ в годы войны подтвердил, что он хочет быть православным и в то же время осознавать Советский Союз своей гражданской Родины, годы Великой Отечественной войны, годы духовного возрождения нашего народа после долгих лет господства безбожного режима». Игнатий Лапкин. «Слова из-под куколя не пропитаны благодатью Библии, они пронизаны духом мира сего прелюбодейного и грешного. Никакого покаяния и тем более возрождения не было. Это все дым и туман духа лжи из патриаршего рта, как сказал бы любой пророк». Третья царь с 22-22-23. «Он сказал, «Я войду и сделаю с духом и живым в устах всех пророков его». Господь сказал, «Ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так». «И вот теперь попустил Господь духом живого в уста всех-сих пророков твоих». Но Господь изрек о тебе недоброе. Алексий II. На наш взгляд этот феномен военных лет требует особого пристального изучения и внимания со стороны современных исследователей. Есть эти возможности и у тех, кто посвятил себя изучению истории русской православной церкви периода Великой Отечественной войны. Мы призываем их бережно и скрупулезно отнестись к своему труду, избегая поспешных выводов и мифотворчества, представляя исторические события, сыгравшие огромную роль в истории Отечества и нашей православной церкви во всей полноте и истине прежде всего для того, чтобы подрастающее поколение россиян не только обладало объективной информацией, но и обретало в событиях минувшего нравственные ориентиры и примеры для подражания. Игнатий Латвий. «Вот это-то я и делаю, рассматривая речь патриарха и саму войну во свете Библии». Иеремия 6,16. «Так говорит Господь. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, не расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем». Пристально может быть изучение истории только там, где Бог просвещает тьму ума. Иеремия 2,10. «Ибо пойдите на острова Хитимские и посмотрите, и пошлите в Кедар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему». Гитлер добивался уничтожения Советского Союза, но так как покаяния не было, то уничтожение империи зла, империя лжи пришла мирным путем через Горбачева и Солженицына. Плач 3,47. «Ужас и яма, опустошение и разорение, доля наша!» Исайя 24,17. «Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли!» Более бездарно проведенной войны не было у русских. За каждого немца заплатили шестью русскими трупами. Понятие о независимости страны есть понятие только духовное. Живут же русские ныне в Германии, не управляя той страной и живут многократно лучше свободных на родине. Апостолы ни слова, ни в одном послании не промолвили о независимости Израиля от римской оккупации, а о том трубили лжепатриоты, погубившие затем на всю страну свою. Исайя 29,5. «Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчища лютых, как разлетающаяся плева, и это совершится внезапно, в одно мгновение». Безумствовали целое столетие с революциями и с войнами. В этом участвовала и церковь, не уча своих прихожан. И вновь вернулись к исходному рубежу. Лежим на помойке историем. Иезекииль, 38,15. «И пойдешь с места твоего от пределов севера ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное». Патриарх Библию не читал, разве? Хотя бы однажды. Иначе он был, он был, проклял свой доклад, возобив Иова, 42,6. «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Патриарх грубо обольщает народ, играя на чувствах патриотизма и земных мудрований, презирая слова вечной Библии. Иеремий, 29,8. «Небо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, угадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся». Якова, 1,14. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Доверие тот тип не вызывает, жестикулирует не так, не то кривляние. Организация у них не с тем названием, с ним поменяться не хочу ролями. Так говорит курятник и петух, и может, прав всего наполовину. Встречают по одежке, взгляд на перо и пух, как часто осуждаем мы невинных. Таинственную душу можно скрыть, до времени слащавыми словами. Пасть захватив и сдать довольный рык. Что будет с голодающими нами? Что в человеке знает только Бог? И дух, сроднивший человека с плотью, искариот в доверие втереться смог, а позже всех апостолов проглотит. Доверие сближает и роднит, оно же и погубит не однажды. Казалось многим, что нашли родник, избавились от поисков и жажды. Но оказалось, что на дне змея, цепившие в мучениях окалели, наносят в общину таких, что не понять, какие выкинут при случае коленца. В молитве и посте с советом близких приходится разгадывать, приходится разгадывать бодучих рог. Разбору подвергать малейший признак, который высветит через немалый срок. Писание и жизнь согласия с ним поможет зря не осудить невинных, с размаху не рубить, как топором мясник, и не насаживать на вертел и на вилы. Доверимся Христу, воскресшему, живому. В его сообществе разоблачим себя. Личины снять предликом иеговы. В нас подозрительность с доверием сидят. 3 мая 2005 год Игнатия Лапки.